Чешский премьер Ирже Руснак неожиданно оказался в центре политического скандала. Государственное телевидение по ошибке выпустило в эфир неофициальный разговор Руснака и министра обороны перед заседанием парламента. Они не заметили, что микрофон был включен, и в результате вся Чешская республика узнала, как ее лидеры на самом деле относятся к поездке на похороны Нельсона Манделлы. Черт, теперь еще этот Манделла умер. А кто туда поедет? Надеюсь, что президент. Черт, меня просто бейтет мысль, что ехать придется мне. Обычно они это проводят где-то через 10 дней. 14-го, в субботу это будет. У меня еще запланирован какой-то обед. Потом у нас официальный прием, и теперь опасаюсь, что придется ехать еще и туда. А мне совершенно не хочется, совершенно. 19-го у меня еще Брюссель. Кому же это так далеко? В ЮАР тем временем объявили национальный день молитвы. В память о Нельсоне Манделле правительство попросило жителей страны собраться в храмах, вспомнить о бывшем президенте и помолиться о его душе. А в родной деревне Манделлы в память о нем зажгли вечный огонь. Панихида состоится в Йоханнесбурге. Приедут многие мировые лидеры, в том числе генеральный секретарь ООН. Сейчас в стране продолжаются траурные мероприятия. Нам было очень непросто последние два дня, и все последующие дни нам тоже будет нелегко. Но с поддержкой которой к нам поступает семья Нельсона справится со своим горем. К нам приходят соболезнования от правительств и людей из разных стран. Это еще раз подчеркивает, что наш Магиба был не просто гражданином Африки, а гражданином мира. Продолжение следует...